Субтитры делал DimaTorzok 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 Ближе, конечно, не Осипов, а традиционной православной позиции что, ну, по крайней мере, эта позиция более спасительная для людей, чтобы люди жили в страхе под страхом наказания просто мы видим сегодня плоды вот этого учения рассыпанного Осиповым, то, что люди расслабляются и на православие сквозь пальцы смотрят на спасение души. то есть, ну, говорят, я просто видел таких людей, говорят, ну, что там, помучаюсь, но все равно же Господь выведет. и все, и все, и человек успокаивается и перестанет заниматься душой своей, это же понятно. А, конечно, внутри себя, конечно, хочется верить, что спасет Господь. Может быть, не всех, но большинство выведет все-таки в конечном итоге. Я, Сергей, это спрашиваю, потому что у вас на канале видел аудиокнига, там, на вашем ютуб-канале Клайва Льюиса «Расторжение браком». Помните такая? Да, я помню. Вот в этой небольшой такой повести-притче там своеобразный такой взгляд на эту проблему-то. То есть, он не отрицает ни первое, ни второе. Там единственное, что он, как бы, новое говорит, то, что... Ну, вот он, как бы, изначально берет вот эту логику Осипова, да, что как может Бог, называемый любовью, обрекать людей, там, на вечной муке, да. Он это все признает, но дальше он говорит то, что ни Осипов никто не говорит. Он говорит о том, что страдание грешника в аду, оно грешником не осознается. То есть, он считает себя правым, он считает себя, ну, как бы, он прав-то. И он страдает, он даже не понимает, что страдает. Вот как, например, алкоголик пьет, он думает, что ему это хочется, он это... А на самом-то деле он страдает, или как вот гневается человек, он же страдает. Я не говорю о том, что Господь выведет именно в рай тех людей, которые будут находиться какое-то... Но времени там не будет, конечно, ну, какое-то расстояние, да. Вот. Я не говорю, что Он выведет их именно конкретно в то место. Я просто говорю о том, что не будет вот таких, может быть, страданий, переживаний, с которыми люди умирают здесь. Может быть, утешение найдут те люди. Вот. А предполагать, что они рядом с Господом будут, конечно, не будут. С Господом будут те, которые познают Его при жизни естественным умом. Да, да. Вот, кстати, вот хорошо, что Вы подошли. У меня как раз следующий вопрос был вытекающий. Вот. Хотелось бы Вас, ну, как человека, имеющего опыт страдания, спросить про страдания. Ну, вот, как бы, понятно, почему страдает грешный человек, взрослый, да. А вот, хотелось бы, как бы, вот, у Вас, Ваше мнение спросить, как Вы для себя объясняете, вот, страдания именно невинного человека. Невинное, когда, там, ну, там, 5-4-летний ребенок, там, невероятные какие-то переносит страдания. Ну, мы можем понять смысл страдания Христа, как невинного. То есть, Он страдал, это и была Его жертва за нас, для того, чтобы нас спасти. Вот. А в чем смысл страдания невинного, обычного человека? Вера, можно сказать, нетрадиционная такая. Я верю в то, что Господь не имеет такого отношения непосредственного к людям. То есть, Он не занимается созданием каждого человека. Я верю в то, что люди сами по себе рождаются. То есть, задана некая программа, когда Господь сказал Атаму и Еве, плодитесь и размножайтесь. То есть, тогда Он благословил их. Но так как было падение, а программа-то, она осталась в действии. Вот сегодня люди плодятся и размножаются. И Господь ищет себе людей, которые бы поклонялись Ему в Духе и истине. А так, чтобы отношения Господь ничего плохого не творит. Правильно? Если Господь творит, то это все весьма хорошо. Тогда почему мы видим столько уродств, столько безобразий вот в этой жизни? Господь не может творить никакого безобразия. Будто и то же самое касается относительно смерти или несчастных случаев. Бог не имеет к этому никакого отношения. Иначе можно было просто сослаться, как и делают сегодня люди мирские, которые не могут найти веру в Бога. Они просто ссылаются на Бога. А почему ты делаешь так, почему ты не так делаешь? То есть, пытаются мунипулировать путями Господними. А Господь ходит неведомыми путями. То есть... Да, Сергей, я понял. Но только я хотел сказать, что я как бы здесь Бога-то вообще не имел в виду в этот вопрос, не включал. А Вы правильно сказали, что у Вас действительно несколько как бы нетрадиционная здесь позиция. Потому что, ну, согласно вот традиционной православной, как это учение человека антропологии, да, там разное есть. У католиков свое представление там, например, у югоистов там другое. Вот у православных это представление заключается в том, что как бы в сотворении, ну, даже не в сотворении, а в создании вот этого тела, как носителя души, да. И, в частности, и в душе тоже. За это ответственны родители, как бы их нравственность, их наследственность и так далее. Но вот то, что мы зовем личностью, или вот тот же Льюис называл это личная подпись каждой души. Вот как-то Вы говорили в одном видео, вот то, за что нас Бог любит. Вот это вот, в каждый акт вот этого зачатия, вот Бог это дает. Конечно. То есть, Он расписывается за каждым человеком. В каждом ребенке. То есть, в каждом ребенке мы видим вот эту чистоту, вот этот божественный вклад, как говорится. Вот. И потом уже со временем, с возрастанием, если проследить за родственным ребенком, мы видим, как это угасается вот днем. Или уже достижение более зрелого возраста совсем убивается человеком, самим же человеком убивается внутри себя вот это Божие, то, что Господь влагает. Я вот, если хотите, расскажу, ну вот как бы, я просто изучал эту тему, читал там Достоевский, задавался этим вопросом, почему страдает невинный ребенок. И я пришел к такому выводу, что не потому, что Бог однажды нас создал, и все, Он не участвует в нашей жизни и в наших страданиях. Нет, не поэтому. А вообще говоря, страдание, вот, особенно невинное страдание, это таинство. Ну вот, как в церкви есть таинство, то, куда мы не можем своим разумом, своими грязными руками, ногами залезть и все понять. Вот, а это таинство, которое можно только сопережить. Вот, когда люди сидят на диване, там, и обвиняют Бога, рассуждая, там, о больных, там, страдающих в Африке, там, обо всяких катаклизмах. Вот, я всегда таким людям советую, вы сходите в какое-нибудь раковое отделение или в отделение для детей от казняков, и просто, ну, хотя бы один день времени посетите, посвятите этим людям, вы совершенно по-другому будете уже размышлять. То есть, человек болящий является, как бы, пособием, да, для духовного роста того человека. А вот дальше я еще не дорассказал, вот это, когда я как-то ездил за братом в Нижний Новгород, у него врожденная, там, кожная болезнь на ноге, ему делали операцию, его надо было забирать. И я, вот, был, там, в кожном отделении ожоговом, и я, там, насмотрелся на людей совершенно обожженных, без лиц, там, малых детей. И, вот, я, там, смотрел на девочку пяти лет, и, как бы, у нее одни только глаза, и все, больше ничего нет. И, вот, как бы, как обычно говорят, вот это полезно, это надо ходить, смотреть, как, ну, мол, как у тебя-то все еще хорошо. А у меня, понимаете, у меня было обратное ощущение. Я вот в этих глазах детских, с обожженным лицом, я в них увидел Христа. И среди этих людей я почувствовал, что вот здесь Христос, Христа больше, чем в храме, чем где бы то ни было, чем в моей жизни. И, когда я оттуда уходил, я понял, что я ухожу в мир, в котором Христа-то так явно не присутствует, не чувствуется, не ощущается, как там. И, вот, после этого я задумался над словами Писания, где он говорит, что, помните, как его спрашивают, не за личные грехи, не за родительские, а для того, чтобы явилась слава Господа на нем. Я в своей жизни видел много инвалидов, ну, достаточно, вот, и общался с многими. Я знаю просто некоторых людей, которые, проклиная Бога, уходили, то есть вот в своем именно состоянии, вот в этом, вот, и красивая девушка, и парни молодые, вот, они просто ненавидели Бога, умирали вот в этом состоянии. Разве можно сказать, что здесь какое-то незримое присутствие? А вот за то, что Христос был там, несмотря на то, что люди вообще ослеплены страданием, вот, это у меня стопроцентное было ощущение. Люди не понимают, они, может быть, неверующие, они просто в отчаянии находятся, но вот присутствие Христа там было, несмотря ни на что, вот, я не знаю даже, как это объяснить. Когда я говорю о том, что, то есть Господь, как бы, не прикладывает усилий, я не говорю о том, что Он не видит всего, Он абсолютно пронизывает весь мир и за всем наблюдает, за движением каждой молекулы в этом мире. Вот, но другой вопрос, каким образом Он имеет отношение, то есть Он может прикасаться и менять там пути материи, да? Он может изменять, Он может Солнце остановить в зените небосвода, может звезды сбросить с неба. Опять же, это по его воле происходит, но если Он этого не делает, то звезды и Луна, и Солнце свой путь продолжают, естественно, и правильно, там тысячи, миллионы лет. Они ходят в затмение за затмением и их сведут по определенной программе. Это, это да. А вот, кстати говоря, Сергей, вот, тоже вот хотел спросить, возможно, Вы где-то уже и говорили об этом, но я просто не видел. Вот, как Вы относитесь к так называемой проблеме биоэтики? Вот, ну, вот, представить сейчас, если бы технологии подешевели, да, то, ну, Вы бы, к примеру, согласились на трансплантацию, на какое-то улучшение своего организма посредством каких-то механизмов? Категорически вообще против. Это же, как бы. Категорически, вообще против, любым технологиям. Я вот поддерживаю больше здесь, ну, если, знаете, позицию Стерлигова, то есть, как он говорит по Верховному Завету, что всех колдунов, вот этих магов, их нужно вывести на площадь и катить. Я против всяких технологий. Ну, да, это, конечно, тут... Я просто у Вас не случайно, просто вот Вы такой... Это очень здорово, что я именно от Вас такой ответ услышал. Просто многие люди, которые в гораздо более завидном положении, мечтают о том, чтобы там, какие-то себе примочки сделать. Да нет, я даже врачей в критической ситуации отказываюсь врачей выдавать. Я полностью на Господа полагаюсь, и Господь меня ни разу не подвел. Да, это удивительно, конечно. И тогда вот еще вопрос один, тоже такой непраздный. Ну, и тоже я его не просто так задаю, хотя он, кажется, такой заезженный вопрос, но я как бы поясню, почему я его задаю. А вопрос такой, как определить плоды христианской жизни? Ну, вот я просто наблюдаю последнее время за людьми и как-то прихожу к выводу, что судить очень сложно об этих плодах. Вот, ну вот, даже взять, к примеру, того же вот Игнатия Тихоновича, которого я люблю и уважаю. Вот, но вот смотришь его ролики, и, например, такие плоды, как кротость или долготерпение, ну, в нем не наблюдаешь. А вот, например, другие люди могут долготерпеясь, кротостью относиться, но при этом совсем не иметь каких-то выдающихся проповеднических талантов или литературных талантов. Вот, то есть, как вот вы здесь видите вот это, как вот их определять? Можно ли тут как-то с плеча вот так сходу определить? Я, Игнатия Тихоновичу, довольно долго наблюдаю и часто вопросы задавал. Нет, у человека у этого совершенно иное мироощущение. Он по-другому мир чувствует. Вот, и то, что нам непонятно, кажется, не вкладывается в рамки нашего понимания, да? Для него это норма. Надо просто, вот как мы не понимаем пути Господа, да? Вот почему, почему так, так, Господь, и так, вот, и его пути непонятно. Ну, мне кажется, что он через вот это вот нестяжательство, он более приближен, как бы, к пониманию того, как действует Господь. А нам это мало понятно. Ну, как бы, я себе только так даю ответы на его реакцию. Не, ну, может, я неудачный пример привел с Игнатием Тихоновичем. Я, собственно, тут, ну, взять, например, там, того же Кураева. Он тоже очень раздражительный, когда ему что-то начинает. Или там Смирнова. Они же вот, все эти люди, они очень нетерпимые. Вот, которые, большой ум у них, они могут говорить. Вот эти, такая закономерность, они отличаются нетерпимостью в другим людям. Некоторым таким высокомерием. А тут невозможно. Как, как, возможно, если люди просто, ну, я не знаю, или призваны они, или, может быть, какая нужда их заставляет вот находиться в большом скоплении народа всегда. Вот, а это нужно просто опытным путем на себе испытать. Когда тебя окружают и днем, и ночью люди, когда тебе звонят, стучатся в двери, не дают отдыхать. Вот, и там уже просто тяжело будет выносить все это. И люди категорически просто стараются обрубать, потому что... Вот, Серафима Саровского возьмем, почитаем, да. Ну, хотя он был настолько приветлив к людям, но, опять же, убегал и прятался от людей. Он не мог, допустим, в грубой форме как-то отвечать. Хотя, может быть, и хотел бы иной раз, да. Он просто отбрал и убегал, прятался от людей. Ну, а эти люди вот так вот... Да я считаю, ничего страшного. Я не знаю, как сейчас вот образовательная система устроена. Но раньше, допустим, в советских школах учителя преподавали, ну, я не знаю, лет по 40-50 могла учительница детям преподавать предметы, да. Вот, а, допустим, в Англии учительница работает, по-моему, около 20 лет. И за вредность ей там доплачивают деньги. А невыносимые. Я видел старых учителей, насколько они, ну, раздражительные, нетерпимые к детям. У нас были такие учителя. Ну, потому что люди, каждому нужен особый подход пролит. Вот, а каждый из тебя, получается, тянет соки, а тебе-то надо как-то эти каналы с соками, ну, удерживать, чтобы до донбышка, как говорится, не выпили. Вот и приходится в другой форме подсекать. Ну, так. Ну, вот, кстати говоря, Сергей, очень удачно вы так, пример со школы, потому что я вспомнил сейчас слова вот педагога советского Сухомлинского. Он писал о том, что учителю просто как воздух необходимо личное свободное время. Если личное свободное время полностью будет заполнено вот этими отчетами, вот этими составлениями планов, то очень быстро вот педагог, он просто выдохнется, он будет просто, ну, он как педагог уже не состоится. Он будет только кричать, он перестанет понимать людей, ну, детей в данном случае. И я вот думаю, это же, наверное, так же можно спроецировать, вот взять жизнь того же Кураева, Смирнова, они же без конца там крутятся в каких-то, может быть, даже времени подумать, как-то наедине с собой нету. Вот. И когда человек в такой суете, то он, конечно, как бы будет раздражаться. Вот. У Игнатия Тихоновича тоже, у него каждая секунда наполнено действием. Конечно, люди-то стремятся, они не то, что им кто-то вешает, да, и они зарабатывают на этом деньги. Люди, причем, делают это бескорыстно. Вот возьмем, допустим, Смирнова. У него же, по-моему, на сегодня три прихода, у него детский приют какой-то есть, там немало детей, он же едет там, участвует в своей полной жизни, да, потом. А видим мы его уже на передачах, знаете, он выдохся на своих вот этих мероприятиях совершенно вымотанных. Тут еще такие вопросы от людей поступают, и он, конечно, уже и вон срывается. Ваши постуковые из Краснодарского края, батюшка, благословите. Бог вас благословит. И подаст вам доброго здоровья, Сергей. Вас праздником также. И подаст вам и вашим детушкам благочестие. Спасибо. И подаст вам разума. И мир вашей семье, и всякое благоденствие. И подаст вам победа над грехом. И подаст вам любовь к матери церкви. И подаст любовь сквозь сителю нашему Господу Иисусу Христу. И ко всем святым апостолам и святым угодникам Божиим. Спасибо. У меня вот вопрос такой к вам. Вот икона проподобного Серафима Саровского постоянно падает. Не держится. Был такой у нас случай, вот у меня. Скала угодника, икона большая. Она висела в ногах спать. Кожа падала, пока мы не перевесили весь галуя. И перестала падать. А теперь вот проподобного Серафима Саровского падает. Ну, это не в ногах, это как вот маленький каностас сделан. Вот чтобы это могло значить, что вы можете сказать. Это значит, недостаточно хорошо сделано крепление. Крепление не только иконы, а любых других предметов на стене должно соответствовать таким вещам. Ну, например, чем более рыхлый материал, из которого состоит стена, тем отверстие под дюбель или шуруп должно быть длиннее. Еще неплохо бы, чтобы угол вот этого шурупа, он был направлен вот таким образом. Тогда распределение сил давления будет таким образом, что шуруп будет не вытаскиваться из стены, а наоборот входить глубже. Второе условие. Нужно, чтобы толщина этого шурупа, она соответствовала тяжести предмета. Если икона большая, там, метр на восемьдесят, и толщина доски, там, четыре сантиметра, то нужно очень толстый, с мизинец толщиной. Может быть, чуть поменьше. Вот, потом, что еще нужно сделать? Нужно обязательно взять металлическую проволоку и то ушко, на которое мы вешаем икону. Туда это примотать, проволоку. И потом уже, когда несколько раз завязали, обмотать этот шуруп. Так вот, вверх, вниз, вверх, вниз, и потом закрутить. Можно даже плоскогубцами, а потом кончик убрать, чтобы не было видно. Это будет настолько крепкое крепление, мощное, что даже если землетрясение случится, то икона не оторвется. Да, вот интересно. Я тут думал недавно, такую статистику нашел. Как-то там про норму количества слов. У женщины, по-моему, восемь тысяч слов на день, а у мужчины две тысячи. Я, конечно, Игнать Тихонович особенный у нас этот человек, но у него, наверное, не восемь тысяч, а у него все двадцать тысяч слов в день. Ну, он просто к нему это неприменимо. Это можно отнести этапы, я не знаю. Ну, это, конечно, это страстность. Надо к себе людям вот таким говорящим. Ну, я думаю, он не так уж и много говорит. Опять же, возьмем цель какую-нибудь, свою ли цель он преследует, когда он повторяет из раза в раз одно и то же. Нам кажется, что он одно и то же. А, по сути, он как можно большее число людей хочет донести вот то, что он имеет. На самом деле, мне тут сложно не согласиться с Максимом Степаненком. То, что здесь, ну, просто как бы уже возраст. Потому что у меня есть опыт, когда у нас был старенький профессор, вот, и мы просто подошли к тому, что он уже к нам приходил и лекцию начинал, вот, первые полчаса лекции он нам говорил то, что вот он уже нам говорил. Вот, это просто как бы никуда от этого не денешься. Все мы рано или поздно. Вот, у него то, что было, самое важное, самое концептуальное затверждено, он как бы вот этого держится. Никит, ну, опять же, возраст. Неизвестно, доживем ли мы до этого возраста, 78 лет. Да, вот, как раз в наше время, я знаю еще вот поколение, допустим, моей бабушки, там, ну, людей, рожденных в начале 20 века, те люди еще крепкие были. А люди, начиная вот с середины, рожденные с середины 20 века, они уже, я не знаю, ну, сегодня, ну, длиннейшее поколение детей, они совершенно развалены, они рождаются уже полными, там, калеками. Я стариков много не вижу сегодня, вот, если около 80 лет, то это где-то в деревнях, вот, а в городе люди уже, ну, совершенно умалишенные, ну, с таким, может, или озлобленные, или совершенно в своей теме. А этот человек в 78 лет продолжает еще и вести вот такую активную политику и жизнедеятельность, да, поэтому это тоже можно как-то оправдать. Да, это я абсолютно согласен, я где-то читал книжку, как-то она, не помню уж, как она называется, но там такие интересные данные приводились, что вот человек, который мало спит, который трезвится, который бодрствует, занимается собой, он долго сохраняется. А человек, который, ну, такой, ведет фривольную жизнь, он, даже если доживает до старости, он в старости делается, ну, полностью, человек, он уже не здесь, он единственное существует только для того, этот человек, чтобы другие люди, которые вокруг него, как-то у них какая-то жалость бы, какая-то забота бы проявлялась. Да, у Инна Тихоновича настолько обильная жизнь, вот я просто говорю то, что человек в определенных рамках раскрывает себя, а мы о нем многого не знаем совершенно. Он дает какую-то часть себя, ну, человек, если проповедью 50 лет занимается, ну, это сейчас он последний, допустим, там какие-то приводцы, да, на одном месте. А раньше его жизнь была настолько обильной, они же ездили на машинах и поездами в различные части мира, а я знаю, чтобы путешествовать, это обязательно какие-то истории происходят в пути. И самое главное, он же все вот не рассказывает, а рассказывает вот такие выборочные вещи. Если только просить его об этом, чтобы что-то новое рассказал, ну, опять-таки, я не знаю, он рассказывает по определенной программе, вот то, что у него как бы, как, я не знаю, как лекции какие-то, наверное, можно их лекциями назвать, это не проповеди. Проповеди, когда он читает, его видно, что он от Духа, но когда Дух побуждает, он говорит проповедь, вот, а это подготовленные лекции, когда он одно и то же говорит. А видно то, что вот он преследует задачу привлечь как можно более новых людей, вот, а остарок о своих, допустим, зрителях, можно так сказать, он забывает уже, вот, то есть он уже не рассчитывает на людей, которые, может, надоедает это все. Вот там у него, там, я не знаю, больше 7 тысяч подписчиков, мне кажется, больше, не помню я, вот, а просмотров минимальных, там, ну, сколько, ну, 500 тысяч просмотров. Вот, и, ну, гораздо больше было бы просмотров, если он открывал больше о себе информации, конечно. Ну, цель у него другая. По крайней мере, я за что благодарен ему? Я от него научился, или, не знаю, не научился, а, может быть, перенял вот такую любовь к Священному Писанию. Можно сказать, я-то не хожу никуда, не в храмы, да. Вот, и он, можно сказать, раскрыл православие своей, вот, этой сущностью. Вот, ну, то православие сталинско-беревское, как он называет, московской патриархии. Вот, и, конечно же, нужно людям, ну, я могу себе назвать его последователем, я хотел бы говорить людям о том, о чем он говорит. Он как раз вот, ну, я не знаю, насколько святости или несвятости не буду, я, допустим, оценки давать какие-то. Ну, правда, нужно говорить, что в большинстве своем священники московской патриархии не верующие любят. То есть, идут люди не по призванию, а как он где-то, в каких-то роликах, в это, Роша, Заробихи. То есть, ну, построить какую-то, я не знаю себе, карьеру. Да, я вот с вами согласен, особенно вот в том, что к этому писанию отношение изменилось, это действительно так. И, ну, как бы, там год-два я просто слушал это, как, ну, знаете, как, ну, как, как сериал, да, вот. Потом уже это стал как-то воспринимать всерьез и уже как-то как практическое руководство в жизни использовать. И в этом отношении, конечно, действительно, ну, я вот сейчас, как я, у меня есть знакомый, я всегда стараюсь о нем рассказать и как-то показать его. Вот, что он за человек и как он нужен и важен для русской церкви православной. Показывать нужно, но опять же, людям, как я по своему опыту знаю, надо тем людям показывать хотя бы, которые хотя бы, ну, минимально знают писание, хотя бы новое зависть читали и любили, тогда они поймут этого человека. Вот, а так, как люди, которые непосредственные, им лучше не показывать, и потеряешь этого человека. У меня много было таких случаев. От меня отходили вот и до дружбы с ним много людей отходили. Все такие люди, они узнавались и становились почитаемыми после смерти своей. Вот, ну, просто дооцениваем еще этого человека. Мы даже не представляем, как он живет. Вот, я же говорю, попробовать вот так вот хотя бы неделю пожить вот в его рамках его расписания. Вот там Володя сейчас, Никита, да, они же герои просто, вот, ну, войти вот в эту систему и год за годом жить в ней. Вот мне очень понравилось, Сергей, как вы как-то сказали, по-моему, с Александром Андрусенко или с кем? Нет, по-моему, ну, в общем, не суть важна. Вы сказали очень важную, очень важная мысль у вас была о том, что если он как бы себя не жалеет, то понятно, что у него и в другом такое отношение. Вот, это у вас очень верная была такая мысль на самом деле. Мне нравится в нем черта не быть никому обязанными, не оставаться должными никому. То есть он заведомо уже не берет никаких подарков, никаких подношений. Вот, то есть он отказывается, он боится быть кому-то обязанным. То есть у него и так хватает там забот, помимо того, чтобы еще думать о ком-то, чтобы его отблагодарить. Он и так, если принимает от кого-то какие-то подношения, он и так становится вечным рабом того человека. Просто люди не знают, насколько он благодарен и молится на таких людей. Мы многое не знаем о нем. Может быть, потом расскажут близкие его. Ну, вообще говоря, мне вот многие какие-то споры, какая-то полемика вокруг Игнатия Тихоныча, там, баптистов или православных, или еще кого-то, мне напоминают давнишние споры Пелагия с Блаженным Августином. Когда один говорил о полном предопределении, что в деле спасения человек никак не участвует, а другой говорил о том, что прежде всего сам человек, вот. И церковь утвердила, как бы, что православие, то оно как раз вот такое полупелагианство, когда усилия человека важны, но спасает именно Господь, а не сам человек. И вот мне очень напоминает этот спор, потому что вот у Игнатия Тихоновича есть вот такая вот непримиримость ко всему. Это хорошая очень черта. Но вот когда он хочет, чтобы все вот так же, как и он, спали по три часа, чтобы вся земля была, как вот, ну, как община в Потеряевке, то есть вот это, ну, это, как бы, это неплохо в том плане, что, как бы, ну, вот его вот эта горячность такая, но так ли это на самом деле и может ли это быть на самом деле, вот это, я не знаю. Он, опять же, он не навязывает, он ставит это, как какую-то высоту, чтобы люди пытались хотя бы достигать этого. А преподносит, ну, конечно, а по-другому как преподносит? Вот, допустим, возьмем, если на мягкость, да, на мягкость, начнем ссылаться на мягкость. Вот, будьте мягче. Раз тут человек подчиняется человеку просящему, он становится мягче. Найдутся люди, которые скажут, еще будьте мягче, и человек родитель становится еще мягче. Невозможно до конца, можно совсем в сопли превратиться. Нет, да, да, это абсолютно так. Но, вот, вы знаете, здесь, вот, что мне, пожалуй, действительно, как бы, я не могу согласиться это с тем, что, вот, ну, мне кажется, у него, вот, да, это, на самом деле, у большинства православных, вот, этот, как бы, образ в голове есть, что в христианстве некогда был золотой век христианства. Вот, ну, вот, принято считать это 4-5 век, там, злотаус, там, великие, там, ацикападокийцы, вот, это были великие умы церкви, после этого, ну, такая, как бы, охлаждение, немножко деградация, и, как бы, чем дальше, тем хуже церковь становится. Вот, на самом деле, я с этим не согласен, и Христос нам обещал быть во все времена посреди нас, и такое, вот, в такой, ну, я не побоюсь этого сказать, такой миф в сознании, что было в церкви золотое время, а сейчас не золотое, мне кажется, вот отсюда у него идет вот эта, ну, такая буквальность, такая суровость и такая непримиримость в отношении канонов, вот, как написано полторы тысячи лет назад, значит, так и должно быть и сейчас, и никаких поблажек для теперешних людей. Но дело даже не в поблажках, а в том, что, и не в том, что время поменялось, в том, что люди стали грешнее, люди во многом, во многом мир, наоборот, стал лучше, чем он был, вот, а дело в том, что, ну, другое просто, вообще сейчас, ну, другая культура, все другое. Сейчас вот у нас, по сути говоря, если сравнивать, например, как церковь сейчас себя, ну, ведет в современном обществе, то она по-прежнему, как бы, вот, еще она не вошла, она не понимает проблемы современного мира, она по-прежнему в таком вот, средневековье пребывая, со средневековым взглядом. А почему церковь должна подстраиваться под мир? Это получается, то есть принимать все его вот эти нелепости? Нет, нет, ни в коем случае, Сергей, не подстраиваться и не подмазываться, не подделываться, я имею в виду не это, я имею в виду для того, чтобы понимать человека современного, не просто вот с кафедрой вещать, что все грешники в аду будете гореть, а человека надо понять просто так его одними угрозами или одними пафосными возвещаниями человека, ну, не пробудить, а чтобы понять человека, надо свой ум, вот как правильно Максим Степаненко сделать гибким, а у нас, как бы, очень мало церковных деятелей каких-то, у которых ум гибкий, которые могут понимать людей. Человек всегда будет нехождение к себе, он всегда будет этого требовать, и человек ненасытен. Это все равно, что мы возьмем, допустим, муж, жена, супруги, вот обязательно кто-то кому-то должен подчиниться. Я, знаете, что хотел сказать, я совершенно с вами согласен в том плане, что в основных вот этих вещах все, что касается догматики, все, что касается, здесь никак нельзя ни шагу назад, ни влево, ни вправо. Но я, знаете, что как бы имею в виду-то, вот смотрите, как бы со временем, вот правильно, грех, он прогрессирует. Ну, это видно, например, в том, что умножаются всевозможные болезни, вот. Но медицина ведь не осталась на средневековом уровне. Медицина развивается, то есть развивается грех, должен и развиваться, как бы, противодействие греху, а не только вот теми вот этими лекалами полторытысячной летней давности примерять на вот уже современные вот эти прогрессии греха. Я поддерживаю, в том числе Игнатикныча, ту мысль о снижении планки входа в церковь. Нельзя кому попало. Вот я буквально за то, чтобы закрыть, закрыть все храмы, вот, просто помолиться, я не знаю, сколько там, три месяца, да, начать катетизацию и постепенно запускать людей, знающих грамоту, любящих Писание и Господа. Да. Я тоже за это. Я тоже, Сергей, за это. Мне в этом плане понравился, не знаю, вы смотрели, не смотрели, сериал «Молодой папа» называется. Да я не смотрю телевизор. А он, как бы, по телевизору-то я не знаю, но он... В общем, вот как раз то, что вы сейчас говорите, этот папа, ну, вымышленный в этом сериале, решил католическую церковь сделать, Владимир Хмельевич, маргинальный. И, чтобы всех оттолкнуть от нее, всех вот гомосексуалистов, там, либералов, там, толерантов, все выгнать это из церкви, чтобы сделать как... чтобы церковь была гонимая, как в первые времена. И, то есть, он, как бы, понял, что вот в чем привлекательность церкви. Не когда она с усальным золотом, там, пышная, а когда она таинственна, когда она непонятна. Вот тогда она по-настоящему желанна. Все сокроведное притягивает человека, интересует его. Если не каждому доступен туда вход, человек всегда будет интересоваться, а что же там интересно, а почему они себя так ведут. Конечно, человеку будет интересно узнать и наполниться этим всем. А когда вот эти вот свечки и мощи и иконы, то что ж тут непонятно. А в обычной языческой культуре, в которой нет ничего привлекательного. Я еще, Сергей, хотел спросить у вас напоследок. Вот у вас есть ли какой-нибудь святой отец, какое-нибудь выражение какого-то святого отца, которое вам особенно дорого, и вы его, ну, как-то храните? Понятно, что я понимаю, что Писание на первом месте, это безусловно, но то есть вот так у вас такой пиетет, что вы даже как-то не помышляете о святых отцах. Да, у меня тоже, кстати говоря, мне бы с Писанием-то... Писание-то хорошенько знать, а что уж про отцов говорить. Я Писание, вот, допустим, сейчас читаю, Писание есть много... Ну, в частности, там этот Экзигет, есть хороший сайт с толкованием Писания, я захожу в него периодически. Да, я тоже им пользуюсь. Что говорят отцы по этому поводу. А так, чтобы, я не знаю, мне это все дорого, но у нас сердце у меня не лежит. И в памяти не откладывается. Так что так же. А вы знаете, почему оно не откладывается, Сергей? Как раз потому, что, вот я уже сказал, потому что вот это полторы тысячи лет, они дают о себе знать. То есть я вот, когда Златоуста читаю комментарии, я понимаю, что я половину не понимаю, о чем он пишет даже. И не потому, что я безграмотный, я не умею читать, а потому что сама речь, вот, сами обороты, они настолько, ну, громоздкие, они настолько очень сложно. Ну, может быть и так. Жизнь сегодня человека сравнивают как с воронкой, то есть с водоворотом. Начиная с большой горловины, со временем вот этот водоворот, он сужается в малюсеньку вороночку. Мне уж тоже немало лет, уже практически 46, можно сказать, жизнь уже больше половины прожил. Вот, и хочется и меньше знать, и меньше говорить. Вот, хочется черпать такое самое оживительное, что, чтобы тебя побуждало, вот, к жизни, к стремлению, к царствию Божьему. А о большем ты не заботишься. Да, эти слова дорогого стоят, конечно. Ну что, Никит, будем прощаться? Да, спаси Христос, Сергей, за беседу такую замечательную. Вот. Очень, очень рад был вас увидеть. Да, и я рад познакомиться. Наконец-то мы свидались, это уже полгода, наверное. Да. Да, и я рад.